Всем большой привет! Сегодня я вам хочу показать декоративную косметику, которая у меня закончилась в 2023 году. Итак, давайте начнем с праймеров. Закончилось у меня их два. Первый от Faberlic Do The Best. Это у нас защитный праймер для лица был. Хороший праймер, но, допустим, мне нужно было, чтобы затирал поры. Этот праймер такого не делал. Следующий праймер это китайский John Tam. Он был очень красивый. Трех- или четырехцветные такие шарики внутри. Сам по себе очень приятный праймер с помпой. Хорошо работал. Немного даже сглаживал рельеф кожи. В общем-то, очень бюджетный, но и качество хорошее. Мне понравился. Из тональных средств у меня закончился один, на который я налегала. Я рада, что он закончился. Это корейский Enough 8 пептидов. Оттеночек у меня был 13-й. Очень долго я им пользовалась. Несколько лет. Здесь большой объем 100 граммов. Очень хороший. Хорошо перекрывал. Его можно было наслаивать и наносить как тонким слоем, так и плотным. Но больше такой большой объем я никогда себе не куплю. Очень уставала от него. И потом, чтобы он не испортился, я в последнее время пользовалась только им. А я так не люблю. В общем, большие объемы в декоративной косметике – это не мое. Также в большом объеме закончилась у меня пудра от Clorans. Мультиклад в первом оттенке. Здесь был тоже большой объем. 30 граммов. Допользовала. Она шла с пуховочкой. Но пуховка мне как-то не нравилась. Она достаточно много наносила продукта. Поэтому нет. Тоже несколько лет у меня была в использовании. И хорошо, что закончилось. Подошел к концу у меня скульптор от Estrada. Где-то, когда уже по краям оставалось, он у меня сломался. Отпала крышечка. Скульптор очень хороший. Так, оттеночек у него был, так, какой-какой? 208. Тоже немножко устала от него, потому что расход у меня минимальный скульптора. Сейчас вообще я пока не пользуюсь. У меня лежит один, но как-то не тянется рука у меня к скульпторам. Один консилер закончился от Faberlic. Glam Glowing Touch. Хороший оттенок, но у меня, смотрите, сломалась крышечка. Отпал спонжик. И я потом его просто выдавливала и наносила на лицо. Поэтому сам по себе... Он, смотрите, развалился окончательно. Сам по себе консилер очень хороший, но упаковка ужасная. Поэтому я его даже второй раз пробовать не стала. Думаю, если опять вот такое же случится, зачем мне это? Очень дешевый какой-то пластик. Смотрите, вон растрескался весь спонжик. Я у многих слышала, что отпадывает. Поэтому нет. Больше не покупаю. Так, для бровей у меня очень скромно, я смотрю. Так, это для глаз. Закончились два карандашика. Первый это Vivienne Sabo, второй оттеночек. Очень хороший карандаш. Понравился. И второй от Faberlic. Вот он такой расцветки зебры для самых светлых бровок. Мне кажется, для блондинок я всегда беру тоже неплохой карандаш. Но я сейчас отхожу от вот таких, которые нужно затачивать. Поэтому больше их не беру. Хотя оттенки мне этих карандашей очень понравились. И закончился один гель для фиксации бровей. Это у нас Artvisage. Постоянно его приобретаю. Он бесцветный. Ну вот, от карандашика вот так окрасился. Так, что еще? Для глаз у меня закончилось два карандашика. Первый карандаш от Maybelline Коричневый. Тут уже у меня стержень выпал. Я его даже не могу заточить. Он под конец закончился. И второй карандаш. Ой, куда он у меня делся? Вот он уже вот так вот у меня сточен. Это MAC. Красивый такой сливовый оттеночек. Ну все, уже им неудобно пользоваться. Неудобно затачивать. Он у меня в колпачок проваливается. Так, по глазам раз мы начали. Давайте я покажу вам, что же у меня закончилось. Очень много туши закончилось. Потому что в основном все туши бюджетные, к сожалению. Сейчас как-то мне невыгодно покупать люксовые туши. Уж очень у них космические цены. Ну ладно, не об этом видео. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь туши у меня закончилось. Давайте покажу, которые очень понравились. Это турецкая тушь. Как она называется там? Фармаси, да. Это тушь термостойкая. Снимается теплой водичкой, чулочками. Так и есть. В дождь, в снег она не отпечатается. Очень удобная щетка. Мне понравилась эта тушь. Я ее в прошлом году, в 22-м брала. Вот в 23-м. И, может, повторю. Вообще не отпечатывается. Очень удобно в непогоду ее носить. Так, вот так положу. А вот эта тушь от Фаберлик тоже заявлена, что будет сниматься теплой водичкой. Все. Но эта тушь у меня на ресницах вообще не засыхала. Эту тушь я выбрасывала, выбросила почти полную. Удобная щеточка, силиконовая. Все как мне нравится. Но она не засыхает, не застывает на моих ресницах. Она в течение дня постоянно отпечатывается. Я давала ей отлежаться. Думала потом, как-то она будет у меня фиксироваться. Потому что, слышу, девочкам нравится. Мне нет. Помучилась я. А потом думаю, почему я должна мучиться? Я должна краситься и получать удовольствие, а не какие-то страдания. Тушь от Artvisage Chicago. Пришла она. Вот видите, у меня вот такая разбитая. Но как бы на свойства туши это не повлияло. Опять же, моя любимая силиконовая щеточка. Вот такая форма. Очень удобная. Хорошая тушь. Пользовалась ей. Ну, нормальная, в общем. Она не дает супер объема. Она не дает там супер удлинения. Естественные реснички. Немножечко погуще, которые выглядят. Так. Тушь от Elian. Драма. Но драма она не давала. Ворсовая щеточка. Мне кажется, она осыпалась как-то. Вот эта тушь мне не понравилась. Больше ее я не буду покупать. И три туши от Faberlic. Вот эта тушь. По свойствам мне очень понравилась First Class. Мне не понравилась ее щетка. Вот этот такой вот толстенький кончик, которым неудобно прокрашивать уголки ресничек внутренние. Сама тушь по себе хорошая. Но вот эта ее форма кисточки мне не подходит. Далее. Две туши. На сегодняшний момент мои любимцы. Это Next Level. Удобная для меня ворс. Силиконовая щеточка моя любимая. Хорошо проскрашивает реснички. Не отпечатывается. Не осыпается до конца использования. Поэтому вот сейчас я пользуюсь только этой тушью. Мне нравится. Конечно, ее ненадолго хватает. Но она стоит около 200 рублей. Думаю, ничего страшного. И две базы под тушь закончились. От Faberlic. Вот такая. Тоже у нее неудобная вот такая щеточка, как у First Class. Ну, по свойствам как бы это одинаково, как и вот эта база от Evelyn. Всем известная вот такая щеточка. Сейчас я, правда, отошла от баз. Как-то мне уже не хочется ими пользоваться. Так. Для глаз. Жидкие тени. Один флакончик. Ну, они, наверное, уже... Ой, вообще полностью засох. Я даже ограничитель вытаскивала. Красивые такие искрящиеся тени. Бомбер, мне кажется, да? Какое-то такое название. И одни кремовые тени от MAC. У меня закончились. Пентерли оттеночек. Очень красивый. До конца использовалась. Светящиеся. До конца использования они даже у меня не засохли. Пользовалась больше двух лет. И закончились у меня, очень я этому рада, сухие текстуры тени. Первый это Faberlic в коричневом оттеночке. Здесь я, правда, использовала светлые. Два темных я выбрасываю. Мне эти оттенки не подходят. Вот они. Один слишком сероватый уходит. Другой какой-то рыжеватый. Это не мое. Вторая палеточка. Это двоечка от Chanel. Светлый коричневый оттеночек. До конца использовала. Очень хорошие тенюшечки. Ну, оттеночек, не знаю. Сейчас, наверное, уже не актуален. Двадцатый, мне кажется. Сейчас даже не слежу. Не знаю, есть ли еще такие тени. И два светлых оттеночка. Первая это Sien. Однушечка. Хорошая. И вторая это Yves Rocher. Однушка такая тоже светящаяся. Светленькая. Не знаю, будет вам ее видно. Но хорошая тенюшечка тоже. У меня светлые оттенки быстрее уходят. И еще одна палеточка. Это Yves Rocher. Тоже до конца не использовала. Светлый оттеночек ушел быстро. Эти два оттенка очень сильно пигментированы. И темные для меня. Я такие не ношу оттеночки. Вот они два. Поэтому я эту палеточку выбрасываю. Так. Переходим к средствам для губ. Закончилось у меня один, два, три, четыре, пять, шесть. Два месяца выходит на один продукт. Две помадки и три блеска. А, ну тут как. Давайте, в общем-то, в порядочку. Первый блеск это у нас Luxe Visage. Оттеночек 0,1. Ну, она тоже, наверное, уже все засохла. Такой светленький. Персиковый оттеночек. Очень приятный. Второй. Evelyn. Это, мне кажется, плампер был. На губах он был бесцветный, да. Не видно, наверное, будет. Да. Немножечко покалывал губы. Ну, никакого объема, естественно, он не придавал. Просто мне нравилось им увлажнять губы. Так. Две жидкие помады. Первая от Max Factor. Оттеночек 0,35. Хорошая помадка. Плотная. Немножечко она мне сушила губы. Вот. Красивый оттеночек такой. Помада хорошая, матовая. И вот этот блеск от Nars, ну, он, можно сказать, был достаточно такой плотный. Выглядел как помадка. Так, давайте вот тут нанесу на руку. Тоже в таком вот коричневом оттеночке. Вот он. Так что, хороший блеск. Ничего плохого не могу про него сказать. Так. И две помадки. Одна от Faberlic. Так. Оттеночек. Ну, до конца у меня он вымазан. Давайте, может, залезу. Чего-нибудь вот нанесу. Не видно, в общем. До конца я его использовала. Так. Вот тут. Вот. Я думаю, чего-то будет добить на. Вот такой вот оттенок на губах. Такой естественный, бежевый, с легкой розовинкой. Очень приятная текстура. Быстренько она у меня закончилась. Хотя дешевая упаковка, но качество очень даже хорошее. И вторая помадка от Burberry из моих запасов. Так, оттеночек это у нас 407. Естественно, тоже все у меня до конца. До последней капельки. Так, давайте вот так. Коричневый оттеночек. Очень шикарная такая помадка. Матовая, но абсолютно не сушащая губы. Так, до конца размажут. Вот, классная помада. У меня еще одна осталась. Сейчас достала. Думаю, надо использовать. То, боюсь, испортится. И все, придется выбрасывать. А не хочется. Карандаш для губ закончился один. Не знаю, уже даже бренд 422 оттенок. Такой темноватый для меня. В какой-то коробочке красоты приходил. Использовала. Как-то не особо. Я карандашами пользуюсь. Вот он закончился. И хорошо. Так. И аксессуары. За год у меня закончилось. Два спонжика. Выписывала, мне кажется, я. Навал пересеоба. Или вот этот розовый фаберлик. Не помню. Но вот этот даже очень твердый до сих засох. А вот этот мягкий. Он так уже весь раскрошился. У меня второй вот такой в использовании. Очень нравится. Так. И выбрасываю я 4 кисточки, которыми я не пользуюсь. Вот такую. Выбрасываю. В сифоре брала. Так. Вот такую кисть от Арифлейм. Двухстороннюю. Тоже как-то она у меня бесполезная. Следующая вот скошенная. Брови я не крашу. На веки тоже мне неудобно наносить. И вот такая кисть безымянная. Тоже для консилера. Мне она не нужна. Не люблю я такие плоские кисти. В общем-то вот и все. Вся моя декоративка, которая закончилась в 23-м году. Ну, в общем-то, результатами я довольна. Все расходуется. Рада, что тени уходят. Потому что это у меня самый такой продукт, который очень медленно расходуется. Но ведь тоже срок годности есть. Хотя я знаю, что у меня есть уже просроченные тени. Ну, как бы такие текстуры, я думаю, они не особо как-то нанесут вред моему здоровью. Точнее, не наносят. А жидкие какие-то такие продукты кремовые, их надо расходовать побыстрее. В общем-то, это все. Поделитесь своими результатами. Что у вас закончилось? Какое количество? Напишите, как вы считаете, много это или мало у меня закончилось. Будет интересно послушать ваше мнение. На этом все. Спасибо вам большое за внимание. И всем пока-пока. Продолжение следует...